Итак, ответы на вопросы про Грузию. Вопрос такой. Путешествие в Грузию. Какую валюту взять с собой? Где возможен обмен? Советы и отзывы туристов. Я на каталоге Мадлоба буду рассказывать вам, читать ответы и комментарии, и буду комментировать, исходя из своего опыта. Итак, путешествие в Грузию. Какую валюту взять с собой? Смотрите уже мои советы, мои отзывы, которые я буду вам давать. Мадлоба. Первый совет. Изучите информацию о людях, о национальной валюте. Денежный знак этого государства – это лари. Если в переводе звучит, то это наследие или имущество. В одном лари сто тетри. То есть у них лари, у нас рубль. Тетри – это как копейки. В одном лари сто тетри. Соответственно, в одном рубле сто копеек. Соответственно, здесь в одном лари сто тетри. Расчет для туриста весьма прост. В день на одного человека примерно сто лари. Страна недорогая, услуги и товары обойдутся вам дешевле, чем дома в России, в Белоруссии, в Украине. Это тоже правда, друзья мои. Почему? Потому что здесь стоимость жизни несколько ниже. Даже в курортном Батуми, даже в Тбилиси здесь вполне себе. Можно, если в Германии это как бы, ну, чтобы комфортно как бы есть, жить и существовать. Это сто евро. Здесь это, соответственно, сто лари. Рассчитывать рублями, долларами и евро не рекомендуется. Официально это, то есть, ну, официально лари – это официальная валюта Грузии. И здесь не принято рассчитываться, там, долларами. Здесь кругом в обиходе лари. Про обменные пункты мы поговорим чуть позже. И если вы все-таки решите оплачивать долларами – это можно. Ну, долларами и евро, там, не знаю, чем-то, русскими рублями – это можно, но курс точно будет не в вашу пользу. Вот сто процентов. Поэтому я своим знакомым рекомендовал, вам будет дешевле сесть на такси, доехать до обменника, чтобы таксист, там, вас подождал и вернуться обратно, там, в свой ресторан и где вы продолжите рассчитывать лайк. То есть, чтобы изначально не тратьте свои доллары, там, евро, русские рубли в ресторанах, просто поменяйте заранее прямо в Грузии. Обменники здесь на каждом шагу. И об этом давайте поговорим чуть ниже. Обмен валюты в Грузии, где лучше, что выгоднее. Опять же, проблем тут нет от слова вообще. В принципе, менять рубли в лари дома в России, в Белоруссии не так себе, потому что курс будет невыгодный. Здесь вы просто выйдете, да, то есть, как бы выйдете с самолета и у вас уже, в принципе, будут обменники. Более того, здесь работает Яндекс такси, то же самое приложение, что работало у вас в Белоруссии, в России, работает и здесь. Поэтому вы вполне себе можете доехать до центра города и поменять там, не меняя в аэропорту. Здесь хорошо заходят кредитные карточки. Ну, то есть, пластик хорошо заходит и, в принципе, можно рассчитываться. Обмен валют возможен в разных местах. В банке, в магазине, в обменном пункте, в аэропортурном вокзале. Ну, в аэропортурном вокзале менять такое себе удовольствие. Курс будет ниже. Ну, давайте так, скажем честно. Если вы меняете десять, двадцать, пятьдесят долларов, то и бог бы с ним. Разницы не будет кардинальная такая прям, что вообще. Но если суммы больше, то рекомендую пройтись по городу, огромное количество различных мест, где можно поменять. Курсы не очень разнятся. Это не так, как, допустим, в Москве раньше, да, что можно было за углом. Тут вопрос идет про несколько тетри, но десять долларов не так заметно. Сто уже заметно. Пятьсот уже там, ну, прям хорошо заметно. Уличные менялы с хорошим курсом сделки с рук. Неподобедающий вариант. Друзья мои, уличных менялок таковых нету. Почему? Вполне возможно, вы можете увидеть среди Батуми, Тбилиси, Кутаиси, других грузинских городов, обменный пункт. Это будет что-то типа такого, какая-то комнатушка. И в этой комнатушке сидит человек. И у человека больше ничего нет. Какой-то компьютер, или там какие-нибудь там игры, или там сигареты. И это будет обменный пункт. Это для Грузии нормально. Это для Грузии вполне себе нормально. И это безопасно. Менять там безопасность вас не обхалтует, если вы будете проверять и считать. Опять же, там не бывает такого, что там стоит за угла, там, типа, никто не преследует обмен, там, да, как вот раньше, там, в России, в Беларуси, там, с рук. Если вы с рук будете менять в Беларуси, вас тут же захватят и накажут. То же самое в России. Здесь, в принципе, стоит обменный пункт. Обменный пункт – это не бронированное стекло, не охранник внутри. Нет, есть банки. В банках тоже можно там менять, да. Но, как бы, здесь это гораздо все делается проще. Здесь пишут, мошенничество представляет именно среди обмена вне закона. Ну, тут, слово сказать, мошенничество. То есть, вам могут дать, забыть, дать какую-то купюру. Вполне возможно, да. То есть, как бы, в этом формате. Например, у меня, я покупал сейчас клубнику, мне посчитали вместо десяти лар, написали, там, двадцать лар, да. Соответственно, как бы, я сказал, почему двадцать лар мне снялось с карточки, мне тут же дали десять лар назад, сказали, извини, там, вот, мы, вот. И непонятно, или это специально, или там, случайно. Опять же, как бы, будь насторожу, потому что, как бы, это ваши деньги. Вы турист. Я рекомендую, здесь правильный совет, лучше деньги разделить. На карте, чтобы у вас была часть. Карточки принимают везде, вот, везде, кроме, там, бабушек с клубникой. Лотки, вот, все-все-все, это все принимают карты, и очень хорошо. Магазины принимают карты, кафе принимают карты, все, кругом принимают карты. Эппл Пэй, все принимается на ура, потому что, здесь, в Грузии, это все для туристов. Туристы приезжают с картами. Наличка больше, наверное, я видел у местных, чем у приезжих, да, в этом формате. Лайфак по-грузински. Выгодный курс вычислить легко, зная средний показатель. Ну, тоже хорошо, тоже правильно, потому что, лучше сравните, не ленитесь, пройдите метров пятьдесят, сто по улице, огромное количество обменников и выберите лучше. В принципе, это хороший вариант. Мелкие лари и тетри не отягощают кошелек и даже будет больше возможностей, и даже экономят ваши средства. Тоже правда. Почему? Когда вы едете в такси и рассчитываете наличкой, бывает так, что два двадцать. Два лари, двадцать тетри. А таксист может сказать, что нет налички, восемьдесят тетри отдали. Не так себе, можно шикануть, да, гульнуть. Но когда ты здесь постоянно год, два, три, восемьдесят тетри десять раз, это уже получается восемь лари. Поэтому всегда надо считать. Сделка с уличными менялами, дорога на удачу, причем редкую. Ну, опять же, тут нет такого понятия, как уличные менялы. Тут есть обменные пункты. Обменный пункт, это может быть уголок, закуток, где-нибудь там под, в отеле, под лестницей, да, там как бы. Там, где стоит вывеска с курсами, вы не пройдете мимо, и висят красные, там, точно. Это есть обменный пункт, и там, в принципе, можно вполне себе поменять. Въезд с долларами, евро или лари будет более выгодный вариант. Въезд, друзья мои, лучше всего, чтобы у вас были доллары, либо евро. Здесь это курсы по доллару, по евро, в принципе, нормально. И по русскому рублю, хорошо. Меняют все. Вот монгольские тугрики, израильские, там, да, турецкие лиры. Тут вполне себе меняют все. Как сэкономить туристу? Несколько советов. В Грузии легко можно сэкономить туристу, если вы будете смотреть наш канал, приходите на каталог Мадлоба, и мы подскажем вам, как в Грузии сэкономить туристу. Итак, несколько советов можно сделать. Заказывайте билеты заранее, ну, так себе, уже не актуально, потому что, как бы, нет, естественно, актуально, но в эпоху коронавируса, как бы такая себе история. Багаж без перевеса, нанимая такси, можно найти попутчику, торговаться, сбить цену, возможно. Вот я бы здесь поправил. Друзья мои, только вы прилетаете в Тбилиси, в Батуми, в Кутаиси, туда, где есть аэропорт, не берите уличных, ну, рядом стоящих таксистов. Цена на них, вот, просто вызывайте. Сюда ездят и Яндекс.Такси, и Максим. Просто приложение Яндекс.Такси открыли, вызвали, и вас прямо там, цена до адреса, и с карточки у вас списалась. Вам надо не менять, не заезжать никуда. Здесь все работает. Техподдержка Яндекс.Такси работает отлично, у Максима отлично. Если вас там, ну, бывают случаи с не совсем добросовестными торсистами, как и везде, да, что вас могут привезти, а поездку не выключить, да, и он будет колесить по городу минут еще 15 за ваш счет, сразу в техподдержку отменяют заказ на вас. Новые тенденции. Велосипед хорош в большом городе, передвигаться легко и здоровье можно прокачать. Ну, для Грузии здесь это сомнительное удовольствие, потому что ехать на велосипеде, на, в том потоке, где, особенно, батумский стиль вождения, ну, такая себе история. Хостелы в разы дешевле отелей гостинец. Ну, я бы сказал не то, что хостел, да, здесь очень развито, потому что здесь очень развит аирбнб, booking.com, комнаты, апартаменты, и здесь как бы, ну, очень-очень сносные цены и очень-очень такие лояльные хозяева. Палатка в солнечном регионе, ну, ну, я бы взял, если бы была, я бы взял, но, опять же, перевес, это в самолет везти палатку, здесь можно, может быть, дешевле будет купить, чем платить за перевес 50 евро. Ну, и хороший совет напоследок, это позаботьтесь о связи. Друзья мои, мактиком, это провайдер, что-то типа МТС в Белоруссии, в России, да, вот, либо Киевстар в Киеве, это в Украине. Это очень мощный большой провайдер, телефонный, да, интернетный. И внимание, 5 лари одна неделя безлимитного интернета. То есть, если вы приехали на неделю, платите 5 лари, и у вас очень крутой интернет на хорошей скорости безлимитный. Кодом пополнили опять 5 лари неделя, не на месяц, как я, я приехал, купил вообще 150 лари на месяц безлимитный интернет у этого же оператора, а там есть 5 лари, промокод будет внизу, не промокод, а код, набираете код, либо там ссылочка на сайт официальный. Зашли 5 лари в неделю безлимитный интернет. Закончилось, вам посылает смс, что типа, пла-пла-пла, у вас закончится интернет через день. Вы опять возобновили, опять вы, то есть, 20 лари, это чтобы вам было просто. Три с половиной лари, это один доллар. То есть, в принципе, 10 лари, это получается 3 доллара, да, 20 лари получается 6 долларов. 6 долларов у вас безлимитный интернет на целый месяц. Поэтому, никаких там роумингов там, да, там, у меня подключен роуминг, друзья мои. Роуминг с вас выкачает все равно больше. Качество связи будет дороже, ну, хуже. Здесь приехали, зашли в макси, в максиком, офисы много где есть, там, на карте мы покажем здесь и будет вам счастье. Думаю, что было вам полезен. Смотрите следующие наши обзоры статей на каталоге Мадлоба, который помогает туристам отдыхать в Грузии, жить в Грузии и наслаждаться этой теплой и классной страной. Продолжение следует...